ВОЕННЫЕ СБОРЫ Эти воины-пограничники служили в нашей войсковой части 6506. В сентябре 1995 года они приняли неравный бой с вооруженными бандитами, которые пересекли нашу границу. Об этом бою в подробностях знает каждый военнослужащий нашей воинской части. И мы хотим, чтобы об их подвиге знали молодые казахстанцы. То, что сделали пограничники 11 лет назад, и есть проявление высшего патриотизма. Поэтому в честь погибших воинов здесь в прошлом году и установлен монумент. Позже встреча национальных гвардейцев продолжилась в административно-деловом центре. Тема патриотического воспитания в числе приоритетных. Поделиться опытом в этой сфере военнослужащие пригласили представителей культурных центров, общественности и депутатов, от которых также зависит стабильность в стране. Южноказахстанцам есть о чем рассказать. Хотели бы заодно и показать, как организована именно патриотическая, военно-патриотическая работа, взаимодействие воинской части, национальной гвардии, здесь две воинские части, и Акимата области, Ассамблея народа Казахстана, как здесь организована военно-патриотическая работа. Здесь я хотел бы сказать, что здесь, в городе Шемкенте, организован еще был 13 лет назад, был организован военно-патриотический клуб «Жазберкут». И вот на примере вот этого Жазберкута, кстати, мы изучили этот опыт. И вот такой клуб мы сейчас организовали в каждой области. В каждой области и в каждом городе, где стоят наши подразделения. Чтобы не быть голословными, национальные гвардейцы в знак благодарности за вклад в патриотическое воспитание от имени главнокомандующего национальной гвардии вручили представителям общественности почетные грамоты. В оставшиеся два дня участники сборов планируют на базе войсковой части 6506 провести методические показательные занятия по новым формам воспитательной работы.